Камасутра для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично. Автор – Радислав Гандапас. Озвучено каналом. Природа волнения и как обратить его себе на пользу. Умеренное волнение – это как раз то, что необходимо блестящему оратору, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Бороться нужно только с избыточным, парализующим волнением, когда адреналина в нашу кровь поступает слишком много. Это происходит потому, что современный человек боится публичного выступления больше всего на свете, кроме, пожалуй, смерти, были проведены соответствующие исследования. С чем это связано, можно только предполагать. Моя версия выглядит так. Человек – стадное животное. Что происходит со зверем, которого отвергла стая? Чаще всего он погибает. Он либо не сможет самостоятельно найти пропитание, либо замерзнет, не сумев самостоятельно обогреться, либо станет легкой добычей хищников. Стадные животные вынуждены постоянно доказывать свое право на пребывание в стаде. Возможно, и мы, готовясь к публичному выступлению, подсознательно считаем, что нам предстоит доказывать свое право находиться среди тех людей, перед которыми мы выступаем. И неудачное выступление, как нам кажется, может привести к изгнанию. А это смерть. Возможно, именно поэтому страх публичного выступления соперничает со страхом смерти. Вот несколько упражнений, позволяющих снизить субъективную значимость предстоящего выступления и снять смертельный страх. 1. Подвигайте интенсивно челюстью взад-вперед раз 20. В результате таких движений раздражаются корешки блуждающего нерва, сигнал передается в центральную нервную систему. Происходит выброс норадреналина, и ваше состояние уравновешивается. 2. Сидя в ожидании объявления вашего выхода, опустите руки и расслабьте их. Представьте, что они стали настолько длинными, что уперлись в пол. Теперь то напряжение, которое вы испытываете, направьте по рукам в землю. Почувствуйте, как оно уходит. 3. Поболтайте кистями, подвигайте пальцами, разомните руки. Гимнастика кистей рук не только позволяет снизить парализующий эффект волнения, но и стимулирует работу речевого аппарата, повышает сообразительность и красноречие. 4. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками. Любая физическая активность, вызывающая учащенное сердцебиение, снимает нервное напряжение. 5. Опустите плечи, поднимите подбородок, выпрямите спину. У вас должна быть осанка спокойного и уверенного в себе человека. 6. Подышите медленно и глубоко. Это дыхание спокойного человека. Еще одно упражнение для снятия избыточного волнения. Кто в клетке? 6. Просто поймите, что не зрители пришли на вас смотреть, как в зоопарк, а вы идете смотреть, как они будут себя вести. Напоминайте себе об этом в ходе всего выступления. 7. Наблюдайте за публикой, подмечайте забавные моменты. Не нужно анализировать свои выступления с позиции вылавливания ошибок. Именно это и формирует у нас искаженное представление о себе, как о слабом ораторе, постоянно совершающем ошибки. Вспоминая, как вы выступили, сосредоточьтесь на том, что вам удалось. Давайте учиться не просто выступать перед публикой, давайте учиться получать от этих выступлений удовольствие, ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает хорошо. Алгоритм подготовки к публичному выступлению. Успех публичного выступления зависит от той цели, которую вы себе ставите. Цель выступления всегда должна формулироваться как ответ на вопрос, чего вы хотите добиться от слушателей. Что должны сделать ваши слушатели после выступления? Не сходить в буфет, а проголосовать за вашу партию, приобрести вашу продукцию, утвердить ваш проект рекламной кампании, повысить вас в должности, заключить контракт с вашей фирмой, ваш вариант. Для подготовки к выступлению необходимо ответить на три группы вопросов. И эти вопросы будут похожи на те, на которые отвечают основные части речи. Существительное. Кто? Кто будет в зале, что это за люди? Где они работают? Сколько им лет? Чем они занимаются, кроме работы? Каковы их политические пристрастия? Каков их доход? Каково семейное положение? Каков уровень образованности? Затем вопрос что? Что привело их на ваши выступления? Чего они ждут? Что надеются услышать? Что они будут делать с полученной информацией? Что их пугает? Что их делают? К чему они стремятся? Что они уже думают о вас и представляемом вами продукте, например? Глагол. Что они сделают? Что сделают эти люди после вашего выступления? Что бы вы хотели, чтобы они сделали? Здесь как раз место сформулированной вами цели предстоящего публичного выступления. Прилагательно. Какие? Какие аргументы могут их убедить? Какие факты и идеи могут их оттолкнуть? Какие приемы и ловкие ходы допустимы в презентации, а каких стоит избегать? Какие слова и выражения не стоит использовать, а какие пригодятся? Ответ на каждую последующую группу вопросов будет возможен, только если вы ответите на предыдущую. Дальше нужно готовить текст. Не нужно его составлять. Не нужно даже писать конспект. И даже тезисы не нужны. Начните с произнесения речи. Экспромтом. Не останавливайтесь, не исправляйтесь, не начинайте сначала. Произнесите всю речь от начала до конца так, как она вам видится в этот момент. Как только закончите, произнесите ее еще раз. Сделайте это еще несколько раз. По мере продвижения к окончательному варианту подключайте жестикуляцию и мимику. Постепенно начинайте засекать время и подгонять выступление под регламент. Структура публичного выступления. Любое музыкальное или литературное произведение состоит из следующих композиционных частей. 1. Вступление, увертюра, завязка и тому подобное. Примерно 20% общего объема произведения. 2. Основная часть развития темы 60%. 3. Кульминация, основной посыл выступления. 1, 2, предложение 4. Заключение, финал, развязка. 20%. Есть ли в живой природе аналоги законов композиции? Есть. Почти все биологические процессы проходят по этим законам. Давайте вспомним, к примеру, как мы болеем. Вот вы почувствовали легкое недомогание. Вирусы уже ведут разрушительную работу в организме, но вы еще чувствуете себя почти здоровым. Это вступление. На следующее утро вы просыпаетесь с уже явной головной болью, ломотой в суставах, температурой и шикарным настроением. На работу идти не надо. Вызываем врача, получаем больничный. Пошла основная часть. Спустя три дня наступает страшная ночь, когда ртутный столбик выскакивает из градусника, голова болит и кружится, пот течет водопадом, родственники носятся вокруг с чашками и грелками. К утру вы с трудом засыпаете. Проснувшись, понимаете, что вам стало гораздо легче. Что миновало этой ночью? Правильно, кризис, кульминация заболевания. Итак, температура спала, появился аппетит, слабость и головная боль еще наблюдаются, но участковый врач не хочет принимать этого внимания и закрывает вам больничный. Это финальная часть или заключение. И это далеко не полный перечень сфер жизни, где действуют законы композиции. В известном смысле и вся жизнь человека проходит по этим законам. Отсюда мы можем сделать вывод, что и публичное выступление должно быть построено в соответствии с требованиями этих законов. О чем следует говорить на каждом из этапов? Начало и конец выступления в чем-то схожи. Они не предполагают изложения его сути. Они нужны скорее для установления с публикой контакта и выхода из него. Основная часть и кульминация проходят преимущественно на предметно-логическом уровне. И здесь важны факты и аргументы. Вступление же и заключение проходят преимущественно на личностно-эмоциональном уровне. Возможные варианты вступления, интересный факт, имеющий прямое отношение к теме, впечатляющая своими размерами число вопрос или цепочка вопросов, не требующих ответа, прием, когда я ехал к вам сюда, шутка, анекдот. Рассказать о своих чувствах, связанных с выступлением, самопрезентация, презентация предстоящего выступления, комплимент аудитории. Прием свой, чужой, обращающий внимание аудитории на то, что вас с ней объединяет. Общие интересы, возраст, профессия, степень родства с виновником торжества. Заключение должно быть непосредственно связано с основной идеей выступления, быть мажорным, оптимистичным по духу. Заключение должно вызвать эмоциональный всплеск. Набор приемов, применяемых в заключении, почти идентичен тому, который мы применяем во вступлении. Кратко пройтись еще раз по ключевым моментам выступления, акцентировать внимание на основной мысли и еще раз отметить, какое отношение к теме имеете лично вы. Напомнить регламент, сделать комплимент аудитории, дать рекомендации, обозначить ближайшие шаги, подвести итоги. Самый блестящий финал чаще всего получается, если последние фразы перекликаются с первыми и все ваше выступление таким образом замыкается. Кульминация в публичном выступлении – это предложение, с которым вы пришли к аудитории. Суть вашего предложения должна быть сформулирована четко и ясно, не нужно заставлять публику догадываться. Как установить и поддерживать зрительный контакт с аудиторией? Зрительный нерв в 50 раз толще слухового. И через органы зрения мы получаем более 90% информации из внешнего мира. То, как вы смотрите на аудиторию, является основным компонентом картинки, воспринимаемой зрителями. По вашим глазам они поймут больше, чем по словам. Прежде чем начать выступление, мы должны установить зрительный контакт с аудиторией. Заняв исходную позицию для выступления, мы демонстрируем доброжелательное выражение лица с легкой полулыбкой. Здесь важно не перестараться. В нашей культуре улыбка не носит дежурного и обязательного характера. Из всего спектра улыбок выберите ту, которая будет адекватна случаю. Не меняя выражение лица, медленно и основательно оглядите зал. Скользите по лицам, задерживаясь на мгновение на каждом или почти на каждом. Если вы поймали доброжелательный взгляд или ответную улыбку, сделайте едва заметное мимическое движение. Здрасте, и вы здесь. Очень рад вас видеть. Даже если вы видите этого человека первый раз в жизни. Вы протягиваете незримые ниточки от глаз зрителей к своим глазам. Потом вы будете держать их натянутыми все время, пока будете говорить. Только установив такой зрительный контакт с каждым из сидящих, можно начинать выступление. Подчеркиваю, речь идет не об осматривании зала, а именно о контакте глаза в глаза с каждым сидящим. Зрительный контакт – это не только способ установить отношения с аудиторией и обеспечить донесение до нее информации, это еще и способ получить информацию о том, насколько аудитория поняла сказанное. Может, нужно что-то повторить. Не утомлена ли аудитория? Может, нужно сделать перерыв? Интересна ли аудитория тема? Не пора ли перейти к другим вопросам? Интересны ли аудитории мы сами? Не пора ли сменить оратора? Самыми пренебрегаемыми в установлении и поддержании зрительного контакта частями зала остаются галерка, последние ряды и фланги, крайние места слева и справа. Именно оттуда раздаются самые каверзные вопросы. Именно там шелестят и кашляют. Именно оттуда слышны разговоры, щелканье ручек и замков портфелей. Почему? Мы не уделяем сидящим там достаточного внимания. Сектор обзора начинающего оратора составляет 30-35 градусов, опытного 40-45 градусов. Таким образом, мы выхватываем глазами только центральную часть зала, с которой фактически и общаемся. Поэтому в течение всего выступления перемещайтесь по сцене, держите постоянный зрительный контакт со всем залом, уделяя особое внимание последним рядам и крайним местам слева и справа. Важность позы оратора. Жестикуляция и другие движения. Какой должна быть поза выступающего, которая не только хорошо смотрелась бы, но и при которой наш мозг получал бы нужные сигналы. Ноги необходимо поставить таким образом, чтобы между каблуками было сантиметров 20-25, носки слегка раздвинуты, одна нога выставлена чуть вперед, толчковая сзади. Центр тяжести смещен немного вперед, он находится у нас ниже пояса. Плечи опущены и расслаблены. Спина прямая. Подбородок несколько приподнят для появления умеренной нагловатости во взгляде. Если вы чувствуете скованность в теле, подвигайтесь, поищите то положение, в котором вам будет комфортно. Важно, чтобы все было чуть-чуть. Чуть раздвинуты носки, чуть смещен центр тяжести и так далее в позе, не должно быть напряжения и нарочитости. Чтобы удержать внимание слушателей и сделать жесты сильным вспомогательным средством, вам придется жестикулировать гораздо активнее, чем в обычной жизни. Держать руки в карманах уместно только в моменты непринужденности. Здесь нет общих правил, главное не совершать противоестественных движений. Графики, плакаты, таблицы, слайды и прочие визуальные эффекты. Выступая перед аудиторией, обязательно ей что-то показывайте. Сам объект, его копия, изображения, схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии, карты и т. Д. Визуальные средства вносят в ход выступления разнообразие, позволяют удерживать внимание, повышают запоминаемость. Подбирая материал для визуальной презентации, располагайте его таким образом, чтобы последовательность зрительных образов обеспечивала повышение эмоционального напряжения в хорошем смысле слова. Не затемняйте помещение полностью, оставьте собравшимся возможность что-то записывать. В то время, когда вы демонстрируете слайд, именно он является вашим лицом и вашими руками. Он за вас решает проблему мимики и жестикуляции. Не пытайтесь в это время привлекать внимание к себе, поддерживать зрительный контакт, активно жестикулировать. На время вы становитесь голосом за кадром. Впрочем, нельзя сводить выступление к простому комментированию кадров на экране. Вступительную и финальную части просто необходимо провести глаза в глаза с сидящими в зале. При подготовке демонстрации слайдов учтите, что есть несколько правил, следование которым отличает профессионала от дилетанта использование не более трех цветов на один слайде, кроме цветных фото. Единый стиль, оформление всех слайдов, единый шаблон, использование не более трех видов шрифтов. Самый главный визуальный эффект – это сам оратор. Позаботьтесь об опрятной, уместной одежде, подтянутом и здоровом внешнем виде. Откажитесь от использования трибуны. Успех любого выступления на 60-70% зависит от того, что публика видит, на 20-30% от того, как говорит оратор, и только на 10% от того, что он говорит. А мы, как обычно, готовимся. Пишем, 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 собираем информацию и снова пишем, пишем, пишем. Так что делайте выводы. Способы привлечения и удержания внимания аудитории. Человек забывает примерно 90% того, что он слышит, 60% того, что он видит, и лишь 10% того, что делает. Степень запоминаемости сюжета определяется степенью вашей вовлеченности в него. Прием вовлечения. Профессиональный оратор вовлекает зал в то, что он делает, следующим образом. Задает вопросы залу, как бы ошибаясь, просит зал его поправить, просит поднять руки тех, кто имеет научную степень, подписан на деловые издания, занимается спортом, зависит от темы выступления. При этом он тоже поднимает руку, показывая пример реагирования, чтобы сработала цепная реакция, просит придвинуться ближе, спрашивает, не отсвечивает ли доска, не следует ли включить свет поярче. Предлагает совершить простое действие. Возьмите в руки тезисы моего доклада и откройте на странице 17. Открыли? Разверните и поднимите над головой. Так, вижу. А у вас что, нет тезисов? Передайте, пожалуйста, коллеге тезисы. Так. Начнем. А дальше произносит речь, никакого отношения к странице 17 не имеющую. И никто ничего не замечает, как у хорошего фокусника. Таким образом аудитория вовлекается в принятие решений. Есть и более мощный инструмент вовлечения. Для установления эмоционального контакта можно попросить участников оказать вам помощь. Иногда на тренингах я прошу организаторов не расставлять кресла. Когда же собираются участники, я их приветствую и говорю следующее. «Пожалуйста, помогите мне». Расставить кресло. И сам, имитируя старческую беспомощность, волоку одной из них в круг. Заметьте. Не расставьте, пожалуйста, а помогите мне. Какой помощи может просить оратор? Любой дать знак. Когда истекут 20 минут, закрыть форточку, выключить свет, раздать материалы, позвать опаздывающих, утихомирить соседа. При использовании приема, вовлечения, следуйте принципу крещенда. Требовать от аудитории необходимо поначалу простых действий, лишь со временем переходя к сложным, а не наоборот. Как справляться с вопросами и возражениями публики? Вы не обязаны отвечать на все вопросы, задаваемые из аудитории. Вы не должны знать всего на свете и даже всего в вашей профессии. Вы можете не ответить на вопрос не только потому, что не знаете ответа, а и потому, что считаете просто нецелесообразным отвечать на него. Честное признание недостатка у вас информации гораздо лучше повлияет на вашу репутацию, чем попытки выкрутиться и создать видимость компетентности. Если спрашивающий настаивает или если вы уже восьмой раз отвечаете, что и по этому вопросу у вас недостаточной информации, используйте старый прием. Запишите вопрос и пообещайте задавшему его, что свяжетесь с ним в течение 24 часов и сообщите ответ. Попросите его в визитку или запишите номер телефона. Если кто-то выражает несогласие с вашей точкой зрения или подвергает сомнению сообщенную вами информацию, выслушайте его внимательно. Сохраняйте с ним зрительный контакт на протяжении всего его выступления. Мимикой и кивками показывайте, что его точка зрения важна и для вас, и для всего мероприятия. Затем переходите к ответу. Никогда не возражайте в оскорбительной манере. Часто люди, задавая провокационный вопрос, скорее демонстрируют свою эрудицию, чувство юмора и смелость, чем желание разобраться в теме. Чем больше мы будем с ними спорить, тем больше разодорим их. Лучше станьте их союзниками. Обратите внимание зала на глубину, широту познаний, задавшего вопрос, и так далее эффективно и простое игнорирование выпада. В этом случае вопрос оценивают или просто благодарят за него и предлагают задать следующий. Например, так, как это сделал Арнольд Шварценеггер во время одной из пресс-конференций в рамках предвыборной кампании за пост губернатора Калифорнии. Один из журналистов задал вопрос, правда ли, что в молодости вы снимались в порнофильмах? Что ответить? Признаться и рассказать, как нелегко эмигранту прожить в Америке, когда за душой нет ни гроша. Пошутить, сказав, что он и это делал очень хорошо. Оправдываться? Опровергать? Любой вариант является проигрышным, учитывая отношение в США к самой этой теме. Что же ответил нынешний губернатор? Ну, это старая новость, сказал он и передал слово следующему репортеру. Игра слов, невозмутимость терминатора и непринужденность сразу расположили к нему присутствующих. Если вы не расслышали вопрос или не поняли его, попросите повторить вопрос. Повторите сами вопрос так, как вы его поняли, или попросите несколько минут на размышления, продолжая параллельно отвечать на другие вопросы. За это время либо вы найдетесь, что ответить, либо аудитория забудет о вопросе. Бывает и такое, что вопросов нет. Вы стоите и улыбаетесь, а в зале гробовое молчание. В чем же дело? Как правило, нервы выступающего не выдерживают, и секунд через десять он говорит обреченно, ну, раз вопросов нет. Не самый блестящий финал, прямо скажем. Вопросы наверняка есть. Просто людям трудно задать первый вопрос. Помогите аудитории. Есть несколько способов. 1. Подтолкните словами, сказанными с добродушной, одобряющей улыбкой. Пожалуйста, первый вопрос. Итак, ААК. 2. Заметив малейшее движение кого-либо из слушателей, тут же давайте ему слово. Скорее всего, он колеблется задать ему вопрос сейчас или позднее. 3. Перед началом выступления попросите кого-то из знакомых, или даже незнакомых, задать первый вопрос для затравки. Можете даже попросить задать какой-то конкретный вопрос. 4. Если не получилось первое и не предусмотрели третье, используем бородатый прием, часто спрашивают. Или перед началом выступления мне задали вот какой интересный вопрос. Как только вы начнете отвечать, вопросы посыплются, как из рога изобилия. 5. Старайтесь ответить на вопрос настолько кратко, насколько это возможно. Слишком продолжительные ответы гасят энтузиазм и отбивают охоту спрашивать. 6. Нельзя наказывать за вопросы, нельзя не поощрять за них. 7. Если вопрос был задан, независимо от его содержания, поблагодарите спрашивающего хотя бы взглядом. 8. Отвечая на вопрос, постоянно возвращайтесь взглядом к спросившему. 9. После ответа удостоверьтесь, удовлетворен ли спросивший ответом. 10. Не бойтесь оценивать вопрос негативно, острый и так далее, это лучше, чем никакой оценки. 10. Помните, что у аудитории женская психология. А для женщины нет ничего более страшного, чем безразличие. 11. Как обращаться с микрофоном? 12. Микрофон следует держать кончиками пальцев, не пытаясь обхватить всей ладонью, и удерживать на одинаковом расстоянии от рта на протяжении всего выступления. 13. Наклоняясь, наклоняйте и микрофон. 14. Поворачиваясь, поворачивайте и микрофон. 15. Держать микрофон рекомендуется в рабочей руке, то есть левшам, в левой, правшам, в правой. 16. Для жестикуляции остается другая рука и все тело. 17. Типовая ошибка – попытка жестикулировать и той рукой, в которой находится микрофон. 18. Если ваш микрофон со шнуром, перемещаясь по сцене, используйте нерабочую руку для того, чтобы шнур не попал вам под ноги. 19. Если микрофон закреплен на штативе или стойке, перед началом выступления необходимо отрегулировать его по высоте. 20. Установите микрофон перпендикулярно вашему лицу или почти параллельно полу с легким наклоном вперед. 21. Будет лучше, если вы непринужденно перенесете стойку на правый или левый край сцены. 22. В центре она оставаться не должна. 23. Тонкости публичного выступления. 24. Подбирая помещение для выступления, остановитесь на том, которое обеспечит заполненность зала, чтобы люди сидели вплотную друг к другу. 25. В этом смысле гораздо лучше маленький, но битком забитый зал, чем большой, но заполненный наполовину. 26. Многие ораторы, особенно начинающие, как правило, говорят слишком быстро. 27. Важно учесть, что субъективные ощущения времени у оратора и у публики не совпадают. 28. Важно также помнить, что просто замедлить темп недостаточно. 28. Чтобы сохранять внимание аудитории, необходимы контрастные раздражители. 29. Меняем темп. 29. В наиболее важных частях выступления говорим медленнее, чем в других. 30. И внушительнее. 30. С паузами. 30. Цикл внимания человека – 20 минут. 31. Повторяйте отдельные моменты вашего выступления. 31. Как выбрать место для выступления. 31. Встаньте как можно дальше от места, где до вас выступал бездарный оратор. 32. И наоборот, начните выступление с того места, на котором до вас выступил блестящий оратор. 33. Проследите, чтобы за вами не было открытых дверей, окон, незаполненного пространства. 34. Иначе ваш инстинкт самосохранения будет мешать вам проводить выступления. 35. Чтобы соблюсти баланс рациональных и эмоциональных факторов в вашем выступлении, необходимо знать следующее. 35. Один. В момент принятия решения разные полушария мозга работают по-разному. 36. Правое и рациональное – эмоциональное. В момент принятия решения работает на 80% общей мощности, а левое – на 20%. 36. Два. Когда решение принято, происходит рационализация уже сделанного выбора, и нагрузка на полушария распределяется с точностью до наоборот. 37. Отсюда вывод. 38. Если аудитория принимает решение непосредственно во время вашего выступления, и в случае ошибки изменить уже ничего не сможет, используйте больше эмоциональных факторов в выступлении. 39. Если же предполагается, что решение будет приниматься после презентации, вы должны дать слушателям достаточно фактов и аргументов. 40. Закрепляйтесь в сознании аудитории после каждого этапа вашего выступления. 41. Задайте вопрос, все ли понятно. Сделайте паузу. 41. Перейдите на другое место на сцене. Перелесните лист на флипчарте. Смените слайд. Подведите промежуточные итоги. 41. Весь секрет успеха публичного выступления состоит в том, чтобы говорить с людьми, а не выступать перед ними. 42. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. 42. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. 43. Субтитры создавал DimaTorzok 44. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...